МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Время новостей на канале НИКа в студии Сергей Коробков. Через несколько секунд в нашем выпуске. Как прикрепишь знамя, береги его. Областное управление МВД получило свой штандарт. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Предупрежден, значит вооружен. В области начался очередной этап диспансеризации населения. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Огонь, вода и медные трубы. В КГУ выбирали лучшего студента. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Теперь об этих и других событиях подробнее. Калужские полицейские получили знамя МВД. Сегодня состоялась торжественная церемония крепления полотнища к древку. Самое знамя МВД России было учреждено указом президента в 2012 году. Оно призвано объединить сотрудников ведомства и повысить их ответственность в деле борьбы с преступностью. О простой церемонии с глубоким смыслом. Андрей Степичев. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Атмосфера максимальной торжественности и напряжение на лицах 15 сотрудников органов внутренних дел. У них сегодня необычная, но в то же время и ответственная работа. Им доверили прикрепить знамя МВД к древку. И хоть перед этой церемонией было несколько репетиций, волнение сильнее, чем в день присяги. Знамя – это не только официальный символ религии, который хранится как святыня. Оно символизирует верную служебному долгу, личную ответственность каждого из нас за выполнение задач, поставленных перед нами руководством страны и Министерством внутренних дел Российской Федерации. Само знамя к церемонии уже готово. Своего часа ждет и орудие труда. Молоток вполне обыкновенный, гвозди тоже ничем особенным не выделяются. Но дело тут не в материалах и инструментах, говорит губернатор, а в том символизме и грузе ответственности, которые сопровождают историческое мероприятие. Я уверен, что под этим знаменем сотрудники нашего главного управления МВД и впредь будут с достоинством исполнять свой служебный долг. Я поздравляю вас всех с сегодняшним замечательным, торжественным, историческим событием. Искренне желаю вам новых успехов в службе крепкого здоровья и благополучия. Отчетное право прививки первого гвоздя предоставляется начальнику управления МВД России Покалужской области полковнику полиции Сергею Викторовичу Мачунину. Первый начальник у МВД Покалужской области далее строго по списку и очередности. Знамя МВД России прибивали торжественно и по всем правилам проведения этого ритуала. Сотрудники разных званий, сроков службы и возраста в процедуре участвуют на равных. Он служит в органах внутренних дел меньше года и очень удивился, когда получил приглашение на эту церемонию. Артем Конкин с физически простой, но и эмоционально заряженной задачей справился. Но поволноваться, говорит, пришлось серьезно. Была репетиция, чтобы особо не волноваться. Все сделали четко все. Есть, конечно, волнение. Всегда есть. Калужские полицейские теперь официально получили свое знамя. Сразу после церемонии крепления оно отправилось на место своего постоянного хранения в здание управления МВД России по Калужской области. Андрей Степичев, Александр Бурылкин, телекомпания НИКО-ТВ. До конца марта в Калужскую область переедут 38 граждан Украины. Они получили одобрение на участие в госпрограмме по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Сообщили ТАРТАС в региональном министерстве труда, занятости и кадровой политики. Еще 51 заявка находится на рассмотрении. По данным Министерства, количество обращений от граждан Украины только в марте увеличилось вдвое. Для оказания помощи украинцам, пребывающим в наш регион, при областном правительстве создана специальная рабочая группа. Ее задача – помочь переселенцам обустроиться на новом месте и найти работу. Спасибо, что выбрали этот путь. В Калужском филиале Бауманского университета прошла встреча министра труда, занятости и кадровой политики Ирины Подковинской и руководителей калужских предприятий со студентами, которые обучаются по целевым направлениям. Тем самым молодые люди уже определили свою судьбу на несколько лет после окончания вуза. По условиям договора они обязаны будут отработать на предприятии, которое оплатило их обучение. Как отметила Ирина Подковинская, сейчас в области уже существует определенный кадровый голод. Причем на предприятии требуются именно молодые кадры, которые призваны заменить тех, кто уже отработал свое и ушел на заслуженный отдых. Да и на тех заводах, которые были открыты совсем недавно, зачастую предпочтение дается именно молодежи, которая лучше ориентируется в современных реалиях. Для того, чтобы вы увереннее, наверное, себя чувствовали, мы и стали вот несколько лет назад активно по поручению губернатора области Анатолия Дмитриевича Артамонова реализовывать вот такое направление работы, как целевое направление студентов-школьников, чтобы вы знали, какое предприятие вас ждет, на каких условиях вы будете приняты на работу. И это, конечно, такой важный рычаг для обеспечения наших предприятий кадрами. Вопрос технического и технологического переоснащения сельского хозяйства необходимо обозначить на государственном уровне в качестве главного на ближайшие годы. Также следует создать более комфортные условия для приобретения сельхозтехники и ее производства, считает Калужский губернатор. Свои предложения Анатолий Артамонов высказал на совещании, которое провел в Ростове-на-Дону премьер-министр Дмитрий Медведев. В соответствии со стратегией развития сельхозмашиностроения к 2020 году отечественный парк сельхозтехники должен составить не менее 600 тысяч тракторов и более 140 тысяч комбайнов. Между тем, объемы производства и темпы обновления парка пока недостаточны. Как сообщает пресс-служба областного правительства, в своем выступлении Анатолий Артамонов рассказал о развитии машино-технологических комплексов в Калужском регионе и отметил важность единого подхода к оказанию государственной поддержки всем отечественным производителям сельхозтехники. Кроме того, он предложил увеличить сроки лизинговых поставок дорогостоящего оборудования до 10-12 лет, а также рассмотреть возможность предоставления отсрочки платежей по лизингу не менее чем на 6 месяцев, для того, чтобы получатели техники начинали платить за нее после уборки и реализации урожая. В числе проблем, требующих решений на федеральном уровне, Калужский губернатор назвал необходимость упрощения порядка и условий предоставления кредитов сельхозпроизводителям. В здоровом теле здоровый дух напоминает Министерство здравоохранения, призывая жителей области на всеобщую диспансеризацию. По расчетам специалистов, своевременное выявление различных заболеваний снижает смертность населения на 30%. За ходом диспансеризации по всей области следить будут целый год. Первыми проверку прошли ЦРБ в Кондрово и Медыни. В том, что профилактика гораздо приятнее, чем лечение, убедилась Ирина Сидорова. Спецгруппа из Дворечья десантируется во дворике Медынской ЦРБ. У жителей сотрудников дома-интерната особое задание – провести разведку в каждом кабинете поликлиники. Под прикрытием всеобщей диспансеризации агенты в цветастых платках рассредотачиваются по больничным коридорам. Местного терапевта берет на себя 92-летняя Мария Гавриловна. Хожу на скандинавских палках. Да? Да. Молодец. Не падает духом. Нога вот болит, коленка не дает. Ну, полечит, полечит. Полечит, полечит. Под пристальным вниманием работа хирургов, узистов, лаборатории, кабинетов флюра и мамографии. Редко бываю в больнице, а тут попало и пришлось все обойти. Не то, чтобы пришлось, это очень хорошо на самом-то деле. Все обследовала абсолютно, и сердце, и почки, и легкие. Теперь вот мамограмма. Современный цифровой аппарат появился здесь по программе модернизации здравоохранения не так давно и очень кстати для массовых исследований. Полученные благодаря ему результаты прошлого года сработали лучше, чем любые агитационные плакаты или задушевные беседы с врачами. Все как-то удивились этих результатов, и потом лучше, молва, лучше стали все это. И вот уже в конце года у нас все меньше и меньше проблем было по привлечению. А этот год и вовсе активно так начался. Считаем, что если бы мы 16% сделали сейчас за короткое время, то мы в скором времени набираем теплое сейчас и сделаем раньше сроков. Полны как никогда в день диспансеризации коридоры Дзержинской ЦРБ. Сюда группы разных возрастов ежедневно привозят заведующие сельским ФАПом. И хотя у фермеров, как правило, нет проблем с активностью и лишним весом, здесь своя специфика, говорит Надежда Жданова. И ее надо знать. Это действительно и для нашей работы очень удобно. Когда человек обследован, выявлено какие-то заболевания, и мы приходим на вызова, мы уже знаем, как подойти, с которой стороны, что можно здесь ожидать. Кондрово постепенно догоняет медень по посещаемости. План выполнен на 13%. 1300 человек уже получили паспорта здоровья. Среди выявленных факторов риска, как и в целом по области, курение, нерациональное питание, низкая физическая активность и высокий уровень стресса. Явления, к которым многие до сих пор относятся пренебрежительно, после диспансеризации предстают в новом и не лучшем свете. И во многих случаях навсегда исчезают из жизни обследованных пациентов. Ирина Сидорова, Леон Ким, телекомпания НИКО-ТВ, Медынские и Дзержинские районы. Право нарушений среди подростков стало больше. Негативную статистику озвучили сегодня на выездном заседании комиссии по делам несовершеннолетних. На встречу, которая прошла в детской городской больнице, пригласили медиков и руководителей образовательных учреждений. В прошлом году число подростков, совершавших правонарушения, возросло почти на 30%. Участились групповые преступления, однако при этом снизилось число тяжких преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Еще одна проблема, которая становится все актуальнее – употребление психоактивных веществ. В связи с этим члены комиссии рекомендовали участникам встречи провести семинары, направленные на профилактику наркомании, и обратить внимание на работу с гражданами, допускающими правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений. Это позволит предотвратить вовлечение детей в совершение противоправных действий. На приеме, видя, мы сразу видим уже неблагополучную семью, когда мама не выполняет рекомендации врача, когда она не выполняет рекомендации, данные больному ребенку, или выходя непосредственно в семью на участке. То есть мы видим эту семью, и первое, что информируем комиссию по делам несовершеннолетних, чтобы вместе оказать помощь им именно в этой ситуации. Прокуратура Калуги признала законным решение о возбуждении уголовного дела в отношении 24-летнего жителя Кировской области, который 10 марта сбил в Калуге мать с ребенком. В результате ДТП 11-летний мальчик погиб на месте. Водитель автомобиля в тот же день был задержан сотрудниками полиции. Экспертиза установила, что в момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения. Прокуратура поддержала ходатайство следователей об избрании в отношении водителя меры пресечения в виде заключения под стражу. Правоохранителям, правонарушителю в случае доказанности вины грозит лишение свободы на срок до 7 лет, с лишением права управления транспортным средством на срок до 3 лет. Калужский градоначальник познакомился с работой НПО имени Лавочкина. Обсудил вопрос взаимодействия муниципалитета и предприятия, отметив, что городские власти ценят работу коллектива и готовы способствовать дальнейшему развитию организации. В числе озвученных на встрече проблем – ситуация с земельными участками под филиалом. Они передаются Министерством обороны городу и входят в так называемую рекреационную зону. Директор НПО попросил включить в нее и само предприятие. Кроме того, необходимо выработать архитектурную концепцию будущих строений. Градоначальник заверил, что обе просьбы выполнимы. В свою очередь он попросил НПО принять участие в подготовке грядущего юбилея Калуги. Главным образом – это благоустройство принадлежащих филиалу территорий. Кроме того, грандоначальник выразил надежду на помощь в решении проблемы профориентации, подготовки и последующего трудоустройства молодежи. Реки области освободились от льда. Как сообщили нам в управлении МЧС Поковужской области, вскрытие ОКИ произошло 12 марта в 16.00 на 5 дней раньше прогнозируемого срока и почти на 2 недели раньше среднемноголетнего. В этот же день скрылось и Жиздро. По состоянию 13 марта уровень воды в ОКИ понизился на полметра. В притоках же наоборот. Жиздро поднялась на 23 см, протва и угры на 17,47 см соответственно. Пока угрозы затопления населенных пунктов и промышленных предприятий нет. Обстановка находится под контролем. Как мы уже сообщали, максимальные уровни воды на ОКИ и ее притоках ожидаются ниже средних многолетних значений, так как у областного центра подъем воды не должен превысить 4,5 метров. Никитский храм вновь принял в своих стенах святыни. Сегодня туда на поклонение привезли ковчег с мощами с великомучеником Пателемона. Этот святой при жизни был врачом и помогал людям безвозмездно. Родился он в семье язычника, но впоследствии уверовал в христианство. Также в храм прибыл крест, смонтированный в него частицей животворящего креста Господня, на котором был распят Иисус Христос. По случаю прибытия святыни прошел молебен. Мощи проработают в Калуге до 12 апреля. Он и при жизни помогал людям, исцеляя их от различных душевных и телесных недугов. И после кончины был причислен к лику святых в сане мученика. И сегодня многие люди, прибегая в молитвах за помощью к святому великомученику и целителю Пантелеймону, получают исцеление от различных душевных и телесных недугов, его помощь, поддержку и утешение. Улыбка длиною в 25 лет. Знаменитая фотостудия «Придыши номер 2» готовится отпраздновать свой четвертьвековой юбилей. В Танеевском зале готовится экспозиция работ выпускников и учащихся студии. История фотоулыбки в сюжете Ирины Журавлевой. Развивается техника, меняются способы творчества, фотохудожники переходят с пленки на цифру, развивают арт-фотографию. Неизменными остаются принципы. Я всегда говорю одно и то же. Я говорю, научитесь видеть так, чтобы не видели другие. Принесите в мир то, что еще не было. То есть только попробуйте принести ваши ощущения, ваши мысли. Вы научитесь сначала классике, да, классической фотографии. Дальше вы должны показать свое видение. Первая в Калуге фотостудия «Улыбка» начиналась как обычный кружок. Теперь это сплоченный коллектив с именем, своим почерком и статусом на всероссийском и международном уровне. Требования к фотографии сейчас совсем другие. Сейчас нет требований единичной фотографии, она только в репортерской осталась фотография такая. А вся остальная фотография, она работает только по сериям. Это проверка людей, которые на самом деле пытаются что-то сделать. Если ты не умеешь делать серию, соответственно, ты не умеешь рассказывать о событии, которые происходят. Серию соседей, работой с которой можно будет увидеть в экспозиции, Мария начала делать в одном из старых двухэтажных общежитий города. Заинтересовали необычные типажи, эмоции, подкупили открытые простые люди, дружно живущие в тесноте и не в обиде. Получился своеобразный микс социальной и арт-фотографии. Заинтересовал дом сам по себе, и было очень интересно зайти туда, что там. Но вообще-то очень страшно было сначала, потому что неизвестно, как отнесутся ко мне, вообще к этой идее. Долго-долго собиралась с мыслью и все-таки решила зайти. Зашла, начала всех расспрашивать, какие-то истории начали мне рассказывать. В экспозиции можно проследить всю историю развития фотоискусства за четверть века. А сам руководитель улыбки считает, что если хотя бы в небольших количествах пленка вернется, то фототворчество от этого лишь выиграет. Изображение при работе с пленкой не только более качественное, но и более живое. Ирина Журавлева, Александр Бурылкин, телекомпания НИКО-ТВ. Себя показали и коллег оценили. В выставочном зале дома художника состоялось закрытие ежегодной выставки конкурса «Итоговое-2013». Было представлено около 150 работ. Одно из условий участия – картина должна быть написана не раньше 2012 года. Такой принцип, по мнению организаторов, заставляет художников находиться в постоянном поиске. «Итоговое-2013» объединило не только профессионалов, но и художников-любителей. Работу оценивали сами участники выставки, победители определили голосование. Эти премии, эти выставки, они просто очень большой такой аспект несут. Их можно проанализировать, например, кому дали премию, за что дали. То есть можно выявить тенденции, даже изучая голосование, можно какие-то новые результаты. У художника имеет самую главную потребность в зрителях, не просто ради того, чтобы он воспитывал специально, а просто делился то, что он создал. Создал своей душой, своими руками, своими мыслями. Поэтому это очень полезное дело, выставочная работа. В КГУ имени Циолковского состоялся финальный этап традиционного конкурса «А ну-ка, парни!». В этом году в нем приняли участие 8 человек. Предварительные конкурсы уже прошли. Там претенденты на звание первого парня университета показали умение в скоростном вождении, плавании и стрельбе из винтовки. На заключительном этапе, который определил победителя, конкурсанты показали свое мастерство в оригинальных программах. О сильной половине КГУ Олеся Утятникова. Всем привет! Меня зовут Константин. Мое увлечение – военная техника. Он мечтал о военной технике, а стал студентом факультета педагогики. Конкурсант Константин Шнайдер пошел по стопам родителей. Мама, учительница начальных классов, стала примером в выборе профессии. Но в своей презентации Константин рассказывает вовсе не об этом, а о любимых и сугубо мужских интересах. С детства мы с братом, ну все мы, кто в то время родился, вышел фильм «Спецназа» в 2007 году, если не ошибаюсь. И после этого просмотра все ребята, кто смотрел, решили стать спецназовцами. Но потом это как-то забылось. Но в дальнейшем у меня это, ну, после одного случая устало становиться дальше и сильно заинтересовался. Их девиз было «Остается сила, мужество, победа». Но на конкурсе состязаются не только в силе ловкости, но и в умении хорошо выглядеть, что демонстрируют в дофиле, а также в знании правил этикета. В будущем все пригодится, уверены организаторы. Ну, понимаете, мы же считаем, что воспитание неразрывно связано с обучением. И более того, мы говорим о том, что социализация человека, да, молодого специалиста, она очень важна на самом деле. Да, его, ну, вхождение в общество уже адаптировано к этому. И на самом деле, вот после таких праздников, я думаю, что многие студенты и студентки, они задумываются. И я думаю, что, конечно, это работает только на позитив. Эти соревнования – ответ традиционному женскому конкурсу МИСКГУ. Но свое состязание мужчины посвящают именно прекрасной половине университета. Они отвечают благодарностью, сидя в зале, улыбками, аплодисментами и плакатами поддерживают своих друзей. Хорошенькие, милые мальчики у нас хорошие, нравится. Громко будем болеть, хлопать, молодцы, будем за них переживать. Обращаем ваше внимание, завтра в программе передач нашего телеканала произойдут изменения. В 10.00 смотрите прямую трансляцию ежегодного отчета губернатора Анатолия Артамонова перед законодательным собранием региона. Ну, а сейчас новости спорта. С ними нас познакомит Александр Сорокин. Коллега, чем порадуете? Как всегда, новостей спорта очень много, событий спортивных не меньше. Обо всем по порядку уже через пару секунд. Ударно выступили в городе Выкса, прошли межобластные соревнования по славян-горьской борьбе. За медали боролись более 60 участников. В их числе оказались и представители Калужской области. Среди опытных бойцов наши богатыри не затерялись и даже больше заняли первое место в общекомандном зачете. Подробности в нашем сюжете. Вдыхаешь ниже. В этот раз им удалось дотянуться до самой вершины пьедестала почета. На этих соревнованиях в Иксе Калужанам не было равных. Усиленные тренировки как можно чаще, удар как можно жестче. Это незамысловатая формула успеха наших бойцов на межрегиональных соревнованиях. А ведь изначально калужане ехали на турнир опробовать новых бойцов. Сборная показала себя очень хорошо, хотя из 11 человек сборной опытных бойцов всего было двое. В общем-то для 9 человек это были дебютные соревнования. Тем не менее, 2 золота получилось, 3 серебра и 1 бронза. То есть 6 медалей на 11 человек вполне нормально. При том, что люди были из разных городов, представительство было достаточно большое. Одним из первых золота в копилку нашей сборной команды принес Дмитрий Талько. Он провел два поединка. Первый со своим земляком из Калуги, а второй с хозяином ковра, спортсменом из ВЫКСы. Как итог, в двух боях он одержал две уверенные победы. Заняв первую ступень пьедестала почета. Еще одну награду высшей пробы калужанам принес Евгений Лесин. На этих соревнованиях ему повезло. В отличие от своих товарищей, по команде он провел всего один поединок против опытного спортсмена из Ново-Воронежа. Правда, волнения у калужанина все же было. Ему не хотелось выпускать золото межрегиональных соревнований ценой проигрыша в одном единственном поединке. Итог боя, победа калужанина и немало выводов, которые он сделал уже после схватки. Ну, я думаю, прежде всего, это надо над выносливостью перестать поработать, чтобы хватало сил на весь поединок. Ну и второе, я думаю, над техникой еще поработать. На его долю выпала самая тяжелая участь. С Николаем пришлось провести два поединка, и в одном из них он встретился со спортсменом из Московской области. Славяно-гурецкой борьбе москвичи, как и в других видах спорта, шагают впереди всей страны. Поэтому в этот раз калужане ушли с ковра уже в качестве призеров соревнований. Николай принес сборной команде нашей области уже серебро. Не знаю, вышел как-то спокойно, вообще без левых мыслей. А вот второй бой потяжелее был. А чем? Противник более такой ужасающий. А так, в принципе, нормально. А ужасающий чем был? Видом своим, подготовкой моральной больше. То, что он старается внушить ужас, страх. Сейчас, после соревнований, они не спешат вешать перчатки на гвоздь, а ведут усиленные тренировки. Ведь уже в скором времени им предстоят новые вершины, которые следует покорить. Сейчас мы готовимся по двум направлениям. Это микс-файт, где бойцы будут участвовать по правилам либо Лиги ММА Олега Токтарова, либо по федерации микс-файта Емельяненко. То есть это тоже два направления, по сути дела. И у нас сейчас новая система асимметричных боев, то есть боев без учета весовой категории, то есть абсолютная весовая категория. Это в штурмовом бою и в тотальном бою, который мы ожидаем. Первый турнир будет в апреле в Ростове-на-Дону, а далее в июне месяце, скорее всего, в Москве. Пока что главное набраться сил и восстановиться после прошедшего турнира. А там снова в бой. Правда, уже на ринге ММА. Александр Сорокин, Сергей Фондиков, телекомпания НИК-ТВ. В Ярославской области подошло к концу переменства страны по лыжным гонкам. В соревнованиях состязались более 400 юношей и девушек, из 57 регионов страны. Воспитанница спортивной школы Орлена, кандидат мастера спорта Майя Якунина, не смогла повторить свой прошлогодний успех на первенстве России по лыжным гонкам. Ей пришлось бороться в спринте с юношами и девушками 17 и 18 лет. Как итог, седьмое место. И это все новости спорта на сегодня. Спасибо, Саша. А мы с вами прощаемся. Далее прогноз погоды. Всего доброго. До свидания. Саша. 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 Саша.